Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Мы делаем записи, которые под общим названием «Жития святых во свете Библии». Надо рассматривать все во свете Библии. Вопрос 1852. Ко мне вопрос. Вы сорок с лишним лет трудитесь сиотика, открывая им истину православия. А почему же тогда вас свои называют сектантом и еретиком, разрушающим православие? Ответ. Разве я один удостоился такой участи? Христос говорил точно по закону Моисея, а его объявляли врагом закона и нарушителем порядка храмового. Так апостола Павла едва не убили за нарушение закона Моисея, хотя он исполнял закон и знал его своевременность, что он закончился. «Значит, враги подтверждают, что я не одинок, а в стане искренних друзей Иеговы». Иоанн 1.11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Деяние 21.28. «Крича, мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего! Притом и Еленов вел в храм и осквернил святое место сие!» Иероним Стридонский, 15 июня. Кавычки. В письме пресс-фитеру Марку, спустя два года после писем Дамасу, блаженный отец, между прочим, говорит, «Зачем они называют меня эритиком, когда я согласуюсь с Западом и Египтом? Мне не уступлено ни единого уголка в пустыне. Меня ежедневно спрашивают о моей вере, как будто бы я вновь родился без веры». Я исповедую, как они желают. Это не нравится им. Я подписываю. Они не верят мне. У них одно только желание отделаться от меня. Я готов уйти. Вот поговорю, у меня, со мной это было все время. Вызывает, тогда был здесь благощины, Войтович Николай. А вы, Божью Матерь, признаете? Сам сотрудник КГБ, чекист, распродав церковь Божию полоскуткам, сколько зла натворил при жизни, теперь прости его, Господи, на том свете. Я говорю, я же вам говорил, и вы видите, я Божью Матерь знаю с того момента, как себя стал осознавать. Богородица, Дева, радуйся и прочее. Как я мог, когда родился в старобрященской семье беспоповской? Там Библии нету, там только одни молитвы, а молитва Богородица достойна на первом месте. Через неделю он опять спрашивает, а иконы почитаете? Я говорю, ну вы видите, я подхожу, целую. Ну как, взять икону и сись на ваших глазах, сжевать ее или что? Я им говорю, они не верят. Но вы же к баптистам ходили. Ходил и хожу, и что? Ну, а нельзя молиться с ними. Ну, а почему вы решили, что я молился с ними? Если они правильно молятся, это я не с ними молюсь, я молюсь со Христом. Если они говорят, Христос не Бог, я не молюсь. Ну, они правильно исповедуют Святую Троицу. А оттуда-то сколько пришло людей-то? Они сейчас батюшками в православии-то? Это не имеет значения, им надо убить, отделаться от меня. Это по сегодняшний день. Вот у нас ролик стоит, выступает Дворкин Александр Леонидович. Выступает, кажется, Новокузнецкий. Ну и ему вопрос задают обо мне. Он это псевдо-православный. А там встает Михаил Кальмаев и говорит, да это не так. Александр Леонидович, это неправда. Ну, у меня были такие сведения, вот как у Кирилла Александрисского. Ну, а где твоя связь с Богом? Здесь он был, его приглашали на занятия на нашем университете. Кто Лапкин, псевдо-православный, там то еретик, то сектант. Он в живее сектантов-то не видал. Ну, я еще могу сказать. У него такая планета, он избран на это, быть поганым сосудом. В церкви есть, говорит, в хорошем потреблении худом. Я исповедую, как они желают. Это не нравится им. То есть у них одно только желание отделаться от меня. Но, во всяком случае, заслуги Оригена перед церковью более значительны и покрывают его заблуждения. Это он говорит. Вот ответ. Вопрос. 1853. Можно ли брать примеры мужественных поступков святых, когда они не потворствовали слабостям монархов, но обличали их? А то в России ни один из канонизированных святых не обличал царей. Только митрополит Филипп. И то только тогда, когда уже морями кровь лилась от тирана правителя. Ответ. Очень мало было таких. И тогда, когда дело касалось ереси. Вот тогда только. Притча 28.1. Несчастивый бежит, когда за ним никто не гонится. А праведник смел, как лев. Вот Федор Студит. 11 ноября. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Юрины, решедший в возраст, устранил от царского престола свою мать. И сам стал управлять царством. Будучи молод и развращен, он предался излишеству, страстях и любодейству. Вследствие всего он задумал прогнать свою супругу Марию. И силой заставил ее пострижься в выночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодокию, которая приходилась родственнице его отцу. Святейший же патриарх Тарасий не одобрял всего прерубодеяния царя и не хотел благословить их брак. Но один пресвитель по имени Иосиф, который был экономом Великой Церкви, нарушив божественные законы и ослушавшись патриарха, согласился совершить над ними таинство брака. За сию преступную дерзость, как о том покажет последующая речь, он вскоре после того восприял достоложное возмездие. Патриарх всячески старался расторгнуть сей прерубодейный царский брак, но не мог. Потому что царь грозил самовь воздвигнуть иконоборческую ересь, если ему запретят этот брак. Это же говорила Евдоксия, что если, говорила она Эпифанию, что если не свергнешь Иоанна Златоуста, я вернув все, снова к идолопоклонству к изыществу, он ужаснулся ее злобе. Это царица православная. Помоги мне свергнуть Иоанна Златоуста, иначе я все идольские капища заново открою. Посему патриарх предоставил царю оставаться в его брачном союзе, дабы не постигла Христову Церковь сильнейшее зло. То есть каноны, заранее патриарх знал, что нарушается, ну как бы не было гонения, на это не надо было смотреть. Не должно тебе иметь жену брата твоего Филиппа. Голова на блюде. Не должно. Показывает фильм. Иеремия, его уже сбили, он лежит разбитый, ползет на четвереньках и поднимает руку. Так говорит Господь. Пророк Михей так говорил. Здесь другое. Все беззакония, начавшиеся с царского чертога, дальше распространилась повсюду, не только в ближайших городах, но и в далеких пределах. Но и вспомните, какой совет давали царю так сердцу. Если царису Астинь, которую не послушалась, не уберешь, а князья рядом видели, княгини с ними так будут поступать. И ссылаться, например, царя, что она командует над ним. А над ними там поменьше дворяне, над ними все придет в расстройство. И языческий царь это понял. А здесь, здесь патриарх, святой, так малодушно. Так же стали поступать князья и вельможи, живущие при Босфории среди готов, и правители прочих областей, прогоняя от себя своих жен, и по принуждению постригая их выночество. Вот для чего иночество было. Это тюрьма. А вместо них, избирая себе других, и прелюбодействуя с ними, и стали их венчать при живых женах, услышав о всем блаженный Феодор, скорбел душой и тяжко воздыхал о таковых, явно соделывая в их грехах, опасаясь, дабы сие прелюбодействие не стало обычным, и беззаконие не стало бы впоследствии на место закона. И закон Божий не был разрушен. Никогда не надо уступать. А ты будешь так делать, а мы... Жив мой Бог! Я скажу то, что Бог повелел. Слова пророка Михея. Жив мой Бог! Что он мне повелит, то я и скажу. Царь хотел бы иметь в соратниках такого непоколебимого. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял как бы по некоторой необходимости, а в действительности же для того, чтобы побеседовать с Феодором, и склонить его на свою сторону, путешествия в ту местность, где жил преподобный. Царь предполагал, что Феодор с братьями встретит его и воздаст подобающую честь ему. Когда царь проходил мимо монастыря того непреподобный, ни один из братьев монастыря не вышел к нему навстречу, но запершись, они пребывали в молчании. Когда же царские слуги стали стучать с оборота, никто не дал ответа. Мартин Милостивый 12 октября Однажды, когда Витсан снова посетил город Тур, святой вошел к нему в комнату и молча, упорно смотрел на него. «Зачем ты так упорно смотришь на меня, святой человек?» спросил Витсан. «Я смотрю не на тебя», отвечал Мартин, «а на омерзительного демона, который сидит у тебя на шее». Ну а дальше уже разговор был. Евреям 13.7. Кого нам напоминать? Кого у вас, святых, канонизирует наше сознание? А вот какого. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, притом не поврежденно проповедовали. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Если по этому отговорить, то из житий святых останутся несколько десятков, а их 1173». Вопрос 1854. Всегда ли нужно быть тихим и кротким? А если завелись люди, которые все по-своему хотят переделать, и при том на худшее? Ответ. Есть церковные каноны и прямые указания Библии. «Зараженную овцу изолировать и изгнать вон». Из Икиля 34.16. «Потерявшуюся отыщу, и угну и возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Разжиревшие и буйные – это, как правило, это священство и монахи. Крестьяне над этим не занимаются. Все еретики, как Ариин, Историй, это все церковные служители. Были там архимандриты, евтихие, это все священнослужители, лютые волки, нещадящие стадо. Повсикаки, 13 мая. «Став епископом святой Повсикаки, немедленно же, прощое слово, изгнал из своей пасты церковных волков, и как зараженные члены тела, словесным мечом своим, изрубил и повыбрасывал их вон, чтобы они не причинили какого-либо вреда здоровым членам. Но узнали, что люди, священники, сотрудничают с властью. Через мирские власти поставлен епископат был, сергианство. Никаких мер не принимают. Под именем церковных волков, разумеется, еретики и вольнодумцы, а также люди, ведущие зазорный образ жизни, упорные в своей развращенности». Ну, знают, что, допустим, царь оставил свою жену, женился на другой. Ну, это его дело. Какое отношение так церкви имеет? Почему молчит патриарх? Он должен его изгнать. Он должен его держать соглашенными, пока не расторгнет этот нечестивый брак. Мы считали об этом. А сегодня это же повторяется. Президент оставляет законную свою жену Людмилу, а берет неизвестно кого. Ну, и что это? По закону Божию? Ну, глядя на это, и другие князья, они все берут так же. А почему не сделать так? Мэру Москвы? Вопрос 1855. Сейчас так доступно и легко стало называться православным. Всегда ли так было, или все же были какие-то испытательные сроки? Вот у нас от трех до пяти лет, пока мы к человеку допустим до крещения, когда не знающий. Это по канонам. Ответ. В житиях, как правило, обращались многие через чудеса и тут же крестились. Но потом вели определенные сроки оглашения от трех до пяти лет. Это было оправдано, ибо надо было узнать, куда ты пришел, во что и в кого уверовал. Шла проверка и Савла. Савл прибыл в Иерусалим. Деяние 926. И старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Ну, доказать, что являлся Господь, нельзя, но что смело проповедовал, это он пришел его бояться, но потом приняли. 20 тысяч мучеников 28 декабря. Вот это одно житие, а тут 20 тысяч. Оглашением называлось предварительное испытание, готовившееся к принятию святого крещения, обучению их истинным веры. Оно длилось от 40 дней до 3 лет. Иногда же по обстоятельствам сокращалось до нескольких дней. У христиан первых веков было обычай прищищать все ежедневно святых тайн, но так как не было возможности служить литургии ежедневно, то святые тайны выдавались верующим на дом. Вот какой обычай был. Люди приходили и брали золотые сосуды. Иоанн Затаус говорит, рука, почти не золотых сосудов, что поставляй руку. И прямо в ладонь, как просторку давали. Маркел, 7 июня. Оглашение, это изустное наставление в истинах веры православной, преподававшееся в Древней Церкви всем желавшим приступить к Таинству Крещения, имея право входа в храм для слушания священного писания и поучения и даже присутствовать при первой и второй частях литургии, это проскомидии и литургии оглашенных. Оглашенные перед наступлением третьей, самой важной части литургии, литургии верных-то, должны были немедленно выходить из храма, о чем и оповещала зиакором возгласом, или соглашенные из идите. И доселе сохранившимся в православной церкви при совершении литургии. А потом еще будет двери-двери. Это означает, дьякон должен был пройти, проверить, нет ли чужих, и дверь эти запереть. Срок оглашения был не одинаков. Многие пребывали оглашенными в продолжении всей жизни. В случае необходимости срок оглашения сокращался до нескольких дней или даже нескольких часов, как, например, в данном случае. Церковный обряд оглашения и доселе совершается в православной церкви. Он состоит в прочтении молитв над приступающим к окрещению и произнесении заклинания на дьявола. При этом приступающий к окрещению отрекается сатаны, сосчитывается Христу и исповедует свою веру чтением символа веры. Это делается при крещении младенцев восприемниками. Вот ответ. Вопрос 1856-й. Разве Христос повелевал носить плохую одежду и быть грязным и этим заслужить Его милость, расположение? Ответ. Это в житиях прямо-таки крещаще выпящивается, что Он мучил себя, Он терзал себя. Или вовсе бедозежды был, или отрепья на Нем висели. И этим они добивались с особой десвятости. У апостола Павла была запасная одежда, плащ. Христиане пользовались добрым одеянием. 2 Тимофеевич 4.13. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в траде у Карпа. И книги, особенно кожаные. Теперь филонь это один из элементов одежды церковной. Деяния 9.39. Петр встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья. Какие дела серны, живя с ними. Эфимий Суздальский 1 апреля. Он всегда носил одну только одежду, сшитую из жестких овечьих шкур, и зимой страдал от холода, а летом вследствие тяжести одежды мучился от жара. Это заслуга. Вопрос 1857-й. Император Александр III высказал мысль, что у России нет друзей, кроме своих вооруженных сил. А у православных есть ли друзья в других исповеданиях? Вопросы какие интересные. Ответ. Не ручая заточность мысли царя, может, это ему только приписывают, но вот относительно православных можно сказать, что недругов мы плодили сами себе своим бездействием, что не шли в мир с проповедью, а провозгласили удаление от мира, бессердевство и равноангельное молчальничество превыше Слова Божия. Нужно уметь пользоваться всем, что накоплено другими, что полезно для нас. 1 Коринфянам 6.12.23 Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но не все назидает. Антоний Великий, 17 января. В Александрии был обычай входить в свои капища с пальмами и ветвями в руках, и ариане, желая привлечь их на помощь себе против православных и с подражанием им, также стали ходить с ветвями в свои храмы. Согласившись совместно действовать против православных христианской веры, они стали подражать друг другу в обычаях, ариане язычникам, язычники арианам. Вот с кем объединялись. Аполлинарии, 23 июля. И уверовали во Христа трибун с женой своей, с детьми и со всеми домашними. Многие из бывших там язычников веровали и крестились. С этого времени святой Аполлинари стал иметь пребывание в городе, в доме трибуна, и повседневно приходило к нему множество людей, и он тайно их учил веровать во Христа, и крестил, уверовавшие же отдавали своих детей святому для книжного учения. И святитель Божий устроил в доме трибуна из одной комнаты церковь и совершал в ней ритургию и прищищал верующих в божественных тайн тела и крови у Христовых. Оставаясь там в 12 лет рукоположил двух присвятеров Адеретэ и Калакиря, и Маркиана человека благороднейшего происхождения, и философа Левкадия, поставил диаконами и шесть человек клириками и совершал с ними дневные и ночные моления славословия Бога. Когда же число христиан умножилось и слух об имени и силе Иисуса Христа и его проповедники прошел в народе, то не мог остаться в неизвестности человек Божий и было о нем сообщено правителю города Сатурнину. Вопрос 1858. Почему нет сейчас у нас таких архиереев, которые бы воистину пробудили народ? Имеют ли они степени кандидатам богословских наук и мирское высшее образование? А все же нет в них чего-то. Это люди мирские видят. Ответ избирать нужно по таланту и по ревности. А сегодня нет у них ни того и ни другого. Они бесталантны и мертвы духом. Как обижаются на это, когда я говорю. А почему бесталантны? Да потому что трусливые. Где дух Господень, там свобода. Вы таланты не можете развить, потому что это нельзя, это нельзя. Дух Божий не может вам выборочно давать. Он дает с избытком властность и корыстолюбие, трусость и гордыня. Это в них сегодня пышно цветет. Сначала нужно выпросить у Бога подобного Григорию чудотворцу. А он уж вымолит пастыря, а не псов жадных душой смотрящих на карман прихожан. Исаи 56, 10, 12. Стражи слепы все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Это псы, жадные душой, не знающие сытости. Это пастырь бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже больше, что сегодня, да еще и больше. Александр Каманский, 12 августа. То есть у них там умер в Каманах епископ, и одни предлагали одного, другие другого, одни, чтобы был он видный, потому что встречать придется с начальством, другие, чтобы был красноречивый, третьи, говорили, чтобы был богатый, мог помогать, но и не могут никак, на партии разбились, выбрать не могут. А Григорьевич чудотворец приехал туда, и примирить их не может никак. И один, который помогал, говорит, они не знают, им, говорит, надо Александра просто дать, это угольщик, а он уголь пережигал. А он-то здесь призванный был рукоположить, он не знает, кто этот, а он говорит, а кто такой Александр? Да, этот угольщик, он угли обжигает-то. А почему они про него сказали так? Ну, показать, что не последнее уже брать-то. Не знает, кого стать, каких кандидатов-то какие, ну, посмотри, какие кандидаты-то. Президенты везде. А этого кто знает-то? Он, Григорий Щедоторец, вышел и сказал, вы его найдите. Да он грязный такой, он же в угле весь прожженный. Ну, где-то его найти можно. Так его не надо искать. Тут же воруют, ваши автомобили-то, марки-то крутые, уводят. А тогда на ослах были. И он сейчас пришел и караулит ослов. Как? Сам пришел и караулит? Ну, да, и вашего осла он попутно кормит. Ну-ка, найдите его. А его нашли, помыли, приодели, и он стал с ним беседовать. Там у него ума, он знает все Писание, каноны, все знает. И он тогда его приодел, и дальше было так. Святой же Григорий Чудотворец, обладавший даром прозрения, познал обитавшую в блаженном Александре благодать Божию, делавшую его достойным избранием на святительский престол. Встав со своего места, он уединился со святым Александром и стал спрашивать его, заклиная именем Божьим, говорить правду. Кто он? Ну, вот этого делать нельзя было заклинать. Святой Александр, хотя и желал скрыть себя, но не в будущем состоянии сказать неправду перед столь уважаемым святителем, и к тому же, боясь клятвы, рассказал все о своей жизни, как он человек многосведущий, для Бога так смирил себя и облег себя добровольно нищетою. Из беседы с ним святой Григорий убедился, что он отлично знает не только науки, но и священное писание. После этого святитель приказал своим приближенным отвезти к нему святого Александра и там его вымыть, одеть прилично и привезти снова на собор. А сам снова сев на свое место, вел в это время Бога вдохновенную беседу. Спустя немного времени на собор был введен святой Александр, промытый, в светлой одежде и чрезвычайно благолепный лицом. Все, видевшие раньше святого мужа, узнав его, не могли удержать от издумления. Это Александр такой! Да его никто не звал, как Сашка! Кто он такой? А святой Григорий начал с ним беседовать, предлагая ему вопросы из священного писания. Святой Александр отвечал так благоразумно, что присутствовавшие не могли не признать его за человека ученого и разумного, причем еще более удивлялись. Зачем муж таких познаний скрывал свою мудрость, живя среди них как последний невежда? В то же время они укоряли себя, что столь мудрого человека, смирившего себя ради Бога, осмеивали, почитая за безумного. Тогда все, бывшие на соборе, с радостью, единогласно избрали святого Александра в экип, в экип, в исполнении слов Господней говорящих в Писании. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 царь 16.7 Святой Григорий, возводя святого Александра по степеням иерархическим, сначала посвятил его в Иерее, потом в епископа. После посвящения в епископ он велел святому Александру сказать народу назидательное слово. Когда святой говорил поучение, то из уст благодать духа святого истекала точно река, приводя сердца в умиление, и весь город радовался и славил Бога, имея такого учительного пастыря. Да не может быть, чтобы сегодня не было таких Александров-то, но нет Григория чудотворца. Вот разные кандидаты на президента, референдумы, не надо этого ничего делать-то, обмануть могут, могут в списках подделать голоса, вот нужен Григорий чудотворец. Его надо молить, вымолить у Бога. И тогда он показал, кто из этих, а из этих-то сегодня кого брать? Начинает проверять депутатов, из них процентов 30 уголовники, мафиозные, там сидели уже не раз за это дело, но и другие это не лучше-то. Все множество разведенные, блудники, корыстолюбцы, грабители, олигархи ставят-то кого? Да у нас на Украине 20 лет свобода, но и в России та же самая свобода, но свобода от чего? Она должна быть свобода от греха, от безумия. И верится Слову Божию. Григорий чудотворец, ищите. А где он? Ну, конечно, искать надо. Где? Я думаю, не в епископах, он не в патриархии, а где-то там пониже. Обратите внимание на тех, которых гонят сегодня. Посмотрите, кто такой Степаненко. Поглядите внимательно. Андрея Кураева задолбали. А вы поближе посмотрите, сколько там всего. И таких-то сколько по-разному. Ну, опять в монастыри пойдут. Они не пойдут там, где, может быть, среди татар надо поискать, среди мусульман. Вопрос 1859. Вас считают на таком священном описании, канонах, житей святых. Могли бы вы сходу по нескольким строчкам, если там закрыть имена тех, о ком пишется, сказать, о ком это написано? Я отвечаю, от родителей по наследству, от Бога по благодати мне дана память, трудолюбие. У меня нет ничего, что меня затрудняло бы во времени. 41 год я ежедневно занимаюсь Библией, трудами святых отцов, житиями и канонами. Как же мне не знать их? Если в храме даже на паримиях ветхозаветных чтениях я слышал хотя бы три слова рядом, то мог сказать и главой и стих и откуда и с какой книги считаются. А об Евангелях и о всем Новом Завете все считали, что знаю их наизусть. Жития святых все 12 книг прочел уже 12 раз подряд. То есть не по порядку я считал, а когда составлял симфонию, прослушивал, это, ну даже 10 раз это уже 120 томов. Библию насчитал только на пленку, на компьютер уже несколько раз. Насчитывал на пленку жития полностью все 12 томов Иоанна Златоуста, 12 томов житий святых, 5 томов добротолюбия, каноны все издавал, переводил, переиздавал, начитывал и многократно заучивал. Все 1273 жития святых держал в памяти. Сегодня уже не все в раз и вспомню. Но сказать какой это век первые или далеко ушли, это любой, кто читал Библию хотя бы раз сможет сделать безошибочно. Так разительно все, так разное, такое непохожее. Жития святых после провозглашения церкви господствующей в государстве стали отличаться как от первоапостольских житий, как земля от неба. Царство, которое принес Христос, было заменено царством попов и монастырей. Произошел переворот полной измены и подмена. Иоанн 10.5 За чужим же не пойду, не идут, но бегут от него, потому что не знаю чужого голоса. Лука 21.8 Он сказал берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Это те, за которыми сегодня тянутся. Сказал там Николай Гурьянов, Иоанн Крестьянкин, на послово или они сказали? Маленько сравнивайте. Вот тридцутся, прям Серафим Саровский сказал, да может он и не говорил этого, но сказал значит неправильно. Сижи двухмирно, спасутся вокруг тебя тысячи. Да нет этого нигде, ни у Серафима, ни у кого тысячи, ни один не спасется. Давид говорит, я мирен, только заговорю о них к войне. Иоанн Златоуст не мирный был? Сколько там вокруг него было? Все развеяно. Апостол ли Павел не был мирный? Моисей или не был мирный-то? Это ложное послание. Соберутся тысячи. Главное, ты молчи, дух мирный имей-то. Это ложь. Вот Иоанн Кронштадтский там, Оптинский начинает перечислять Амбросий Антоний. Ты по Библии сравни. А вот Калинин говорил в 1092 году будет кончина. И забыли про Калинин и ка сколько печатали тогда. Лжепророки крадут слова друг у друга. Тимофей 22 января. Кавычки. То есть цитата. Вышедший из Листер святой апостол Павел проходил города и селения, уча и благовествуя Царствие Божие и всех просвещая Света Благочестия. За ним, как звезда за солнцем воссиявшим от третьего неба, следовал Божественный Тимофей. Воспринимая немерсающий свет Благочестия, учение благовествования Христово и научаясь высоким подвигам и добродетельной жизни, как об этом и сам святой апостол апостол Павел свидетельствует. «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях». Второе Тимофей, 3, 10, 11. «Так святой Тимофей почерпнул все добродетели от сосуда избранного апостола Павла и воспринял от него ради Христа апостольскую нищету, не приобретая в себе никаких богатств, ни золота, ни серебра, никаких либо других вещественных благ, он переходил с места на место, возвещая Евангелие Царствия Божия. Сегодня, если видят, что он богатый, у него миллионы, миллиарды там, тугриков этих-то, их немедленно нужно убирать, если они в течение месяца не раздадут все имение свое. Это враги Божии. Люди на них смотрят, смотрите, народ задыхается, по помойкам ходили, а они в это время богатели, на каких крутых машинах, тачках разъезжают. 1 Фессалникеисом 3.2 Мы послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей. Когда показывает заслуги Тимофея, служителя, сотрудника, благовествования Христовым, да кто сегодня попал бы под эту похвалу? Эти и многие другие свидетельства по хвалу святому Тимофею находятся в посланиях апостола Павла. Святой Тимофей с учителем своим проходил все концы мира. То в Ефесе, то в Каринфе, то в Македонии, то в Италии, то в Испании. Они возвещали Слово Божие, так что с полным правом можно было сказать о них. Псалом 18.5. По всей земле проходит звук их и на пределах вселенной слова их. При этом святой Тимофей был проницателен в рассуждения, быстро в ответах, в проповеди Слова Божия, искусный оратор, в возложении Божественных Писаний, увлекательный истолкователь, в церковном управлении из защиты истинной веры, достойный пастырь. В особенности достойно внимания то, что он получил изобильную благодать, так как учение свое он подчерпнул из двоякого источника. Он не только имел своим учителем святого Павла, но поучался у святого Иоанна, возлюбленного ученика Христова. Лукельян 3 июня «Как описать сколько тысяч народов, которые в короткое время обратили они ко Христу, возвещая всем Слово спасения, и настолько спаспешно стало им сила Божия, что смотревши на них, думали, что взирает на небесных граждан, ибо знамениями и чудесами сияли они посреди всех, просвещая души избранных Божией. Пожалуйста, тысячи, а сегодня храмы пустые, и одни бабки стоят». Как отец Дмитрий Смирнов в Москве говорит, «Да где вы видели, чтобы сто мужиков рядом были? Мусульмане вывели миллион двести тысяч сразу. У нас одни бабы, одни бабы, это он говорит, я его слова передаю, одни старушки. А почему? Проповеди нету, нет возрожденных пастырей, почти нету. Они мертвы, а они не знают быть Вадимовым и Духом Божиим, что это такое. Им сказали враг, они тоже и пошли, как Кирилл Александрийский. Потом они оставили Италию. Достигнув морского берега, сели на корабли и отправились в плавание, куда Дух Святой направлял их. Радостно пристали они к гавани города Орелата и высадились и были с честью и дружественно приняты жителям этого города. Здесь отдохнули и начали, по примеру святых апостолов, избирать себе страны для проповедания Слова Божия. Чтобы проповеди Евангелия Христова распространить и умножить Церковь Божия всюду, среди язычников, даже до океана Британского. Святой Маркелин с небольшим числом братьев пошел в Испанию, блаженный Сатурнин в Галлию, а святой Дионисис с блаженным Лукианом и с прочими пришли в пределы Парижские. Отсюда святой Лукиан с пресвитером Максимианом с Диаконом Юлианом удалился на проповедь в Бельгию. Вот как нужно вот пример где же это житие святых. Весь проникнутый благодатью Святого Духа он возвещал там имя Господня, побеждал силу вражью, наслаждал Христову Церковь и доставлял народ к спасению не меньше примером добродетельной жизни, чем словом. Почему они монастыри не строили? Поэтому я еще раз повторяю, у меня есть наработка эта. Монашество в том виде, в котором оно пришло, вот лучшие силы высасывать и там их гробить, не упускать, не разговаривать. Оно принесло зло большее, чем мусульманство, чем коммунизм, фашизм, масонство вместе взятое. Они убили церковную жизнь, они отрезали доступ к благодати Божией, благодати к обращению людей. днем и ночью, непрестанно проповедуя о Христе, Лукьян пребывал в молитвах и бдении, в ежедневном посте, в воздержании и полном умышлении плоти. И так узнурял себя постоянно, пока по слову апостольскому Римлян 12.1. И так я умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. А теперь монахи молятся за всех мир. Вы не понимаете института монашества. За весь мир они молятся, а я за кого молюсь? Я всех президентов упоминаю. И здесь они днем и ночью непрестанно, проповедуя о Христе, пребывал в молитвах. Это ему не мешало, проповедуя. Вот путь, повторяю, вот путь, который нужно было идти. А обычной его пищей были небольшой кусок хлеба и зелень, питьем вода, уменьшением плоти он был изможден, терпением украшен, обладая чудным смирением, исполненной кротости. Он достиг такого совершенства в добродетелях, что, живя во плоти на земле, по духу казался уже живущим с ангелами на небе. Монахи никогда не примут это, что это говорится не о монахах. Это только монахам доступно такое. По этому лицу его всегда видели светлым и приветливым, а ум мирным. И весь образ его старца, украшенного чудной сединою, являл земного ангела для небесного человека. Аполлинарий 23 июля. Приближившись к вышеназванному городу, Аполлинарий вошел в дом одного воина по имени Ириней, желая, как странник, отдохнуть. Во время беседы с ним святой епископ объявил этому Иринею о себе, кто он, откуда и ради чего идет их город. И говорил о Христе Иисусе и его божественной силе. Осенив крестным знамением мощи слепого, изрек Божий вездесущий, внеси познание Сына Твоего в этот город. Да не только телесные, но и духовные очи людей этих просветятся, чтобы они познали Тебе единого истинного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, которого Ты послал для спасения мира. Как только святой отча сосверзлась у очи слепого, и он прозрел и припал к ногам человека Божия с родителями своими. И так вся та семья уверовала во Христа и крестилась в реке, которая протекала недалеко от Равенны и стал святой жить в том Иринеевом доме. Это теперь католическая территория. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взяляя на кончину их жизни подражайте вере их. Аминь. Богу нашему славу. Вот примеры жития святых, кому надо подражать. А не монахам сегодня, которые забились и сидят, никакой пользы фактически не приносят. Не проповедуют, да еще и силы из народа высасывают. Богу нашему славу. не проповедуются. Аминь.